Добрый день! Сегодня поговорим с вами о питании, о еде. Бытует мнение такое, что если человек после еды стал бегать, это ближе к смерти. Стал лежать, ближе к смерти. И если сидит, это вроде дальше от смерти. Ну, давайте посмотрим, насколько... Ну, еще там осталось стоит, да? Да. Насколько это утверждение правильное, в каком случае оно правильное, в каком неправильное. А значит, сразу подойдем к вопросу, когда человек поел, ему надо переваривать, то есть организму надо переваривать пищу, и на переваривание пищи затрачивается большое количество энергии. То есть, вот первый процесс переваривания пищи идет, затрата энергии. А потом уже, когда пища переварилась, когда организм начинает ее впитывать, то уже идет прибавка некоторой энергии. То есть, когда поел, да, энергии стало больше. Но не сразу, через полчаса примерно. Через 20-20, через полчаса. Но это в зависимости от того, в каком возрасте человек находится. Если человек молодой, у него это быстрее происходит. Если человек уже в пожилом возрасте, у него этот процесс дольше. Вот. Но сразу подходим к этому вопросу. Из современности. Современная пища, она практически не обладает энергетикой. То есть, она искусственная больше. И это очень большая нагрузка для физического тела. Вот эта пища современная, которая проделала обработку, химическую обработку и так далее. И поэтому ее очень трудно усваивать организму. И, естественно, идет больше затраты энергии, чем если бы вы ели естественную пищу, которая выросла на вашем огороде или вокруг. То есть, которая не подверглась этой обработке. Поэтому здесь, естественно, время нужно больше. Но вот, чтобы это время сократить, советуют перед едой немножко зарядиться энергией. Немножко подышать. Я не знаю, просто подышать. Представить, что с каждым вдохом. Делать вдохи более глубокие, более интенсивные. Что с каждым вдохом вы набираете энергию. То есть, вам перед едой надо набрать энергию, если вы едите вот эту пищу искусственную. Ну, в основном 80% пищи, которая продается в магазине, она непригодна для еды на самом деле. Вот. Ну вот, вы делаете вдохи и еще хорошо попить водички перед едой. Почему? Потому что вода способствует, она быстро впитывается и способствует выделению различных жидкостей, которые способствуют перевариванию пищи, в том числе и слюны, да. Потому что слюна, она очень важна на первом этапе пережевывания, потому что она как раз отбирает у пищи во рту самые тонкие эссенции. Но это, к сожалению, к искусственной пище не относится. Это вот к чистой пище, да, натуральной относится. Тогда, когда вы пережевываете там фрукты, овощи, вы отбираете вот эти тонкие энергии, они поглощаются у вас с помощью висудха чакры. Ну так вот, значит, возвращаемся к тому, значит, что же делать после еды. Ну, я вам советую все-таки после еды занять такое положение тела, чтобы, так сказать, ваш желудочно-кишечный тракт не был зажат. Зажат ни ремнем, ни какой-то позой сгорбленной неприятной, да. Вот. И какое-то время побыть в этом положении, в состоянии полного расслабления, да. То есть расслабиться, старайтесь не напрягать. Сейчас пройдет ветер. Старайтесь не напрягать ни мышцы, ни ум, да. Просто посидите и вот расслабьтесь после приятной еды. Вот. Какое время, ну, вы почувствуете, что вот уже, так сказать, все. Все, я могу двигаться, могу совершать какую-то работу, делать что-то, если там я на работе, например. Поэтому не надо после еды вскакивать и куда-то бежать. Вот. Если есть возможность, можно даже и полежать немножко, но не горизонтально. А вот как раньше на востоке лежали на боку, на подушках. Но если у вас есть возможность, они же все-таки восточные люди, они не дураки были, да. Они прекрасно понимали, что полезно, а что вредно. Вот. Но если нет возможности, то просто посидеть, да, именно расслабившись посидеть, да, не напряженно. Тогда ваша пища начнет нормально перевариваться и начнется процесс перистатики в организме, и все процессы пойдут правильно. А если мы сразу поели, побежали, схватили что-то на ходу, это точно мертвый груз, кроме вреда, ничего не приносит. Поэтому еде на востоке уделяли всегда очень важное значение. То есть вот они садились, располагались, есть вы должны с удовольствием, это обязательно. Мне мой учитель тоже говорил, что когда вы едите, вы должны получать от еды удовольствие. Если вы от еды удовольствия не получаете, а запихиваете туда быстрее, быстрее в рот, но это кроме вреда ничего не дает. Поэтому вот придерживайтесь этих правил, и у вас будет все хорошо. Успехов вам! Спасибо. Спасибо. Спасибо.